В Югре одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны представила концепцию цифровых двойников. Событие произошло в Ханты-Мансийске на международном IT-форуме стран БРИКС и ШОС. Помимо уже внедренных систем, эксперты продемонстрировали совершенно новые структуры, которые на данный момент находятся в реализации. Подробнее в сюжете Эльзы Шайметовой. 15-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, который проходил в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня, стратегически важное событие для региона. Помимо мастер-классов, пленарных дискуссий и круглых столов по вопросам сотрудничества России с дружественными государствами, участники могли посетить и партнерские сессии, посвященные информационной безопасности, цифровой экономике и инфраструктуре. Цифровые двойники от компании Ростелеком – одна из таких, участие в которой приняли гости форума. Цифровые двойники, сама конструкция и идея появились достаточно давно. Еще в 2002 году профессор Мичиганского университета придумал саму концепцию, то есть объединение живого мира с процессами цифрового отображения и взаимосвязи между этим. То есть цифровой двойник – это то, что нам позволяет реальный мир отображать в цифровом пространстве. Цифровой двойник позволяет манипулировать этим объектом, позволяет получать обратную связь, взаимодействовать. Самые скромные и самые простые примеры, которые уже реализованы в достаточно больших масштабах – это система управления уличного освещения. У специалистов есть онлайн-карта города, на которую нанесены фонари, системы коммуникаций и питания, которыми можно управлять в дистанционном формате. Выключить или включить свет можно просто выбирая определенные настройки на карте. Благодаря этой системе работникам в режиме реального времени приходит уведомление о поломках на тех или иных участках уличного освещения. Такой подход позволяет быстрее устранить неполадки, а также автоматизировать процессы управления. Сферы, в которых используют цифровые двойники, с каждым годом расширяются. Сейчас такая система находится на стадии внедрения и в многоквартирных домах. Подрядчик получает доступ в систему, проводит обследование прямо в ней. Дальше заказчик анализирует с помощью своих алгоритмов. Внутри системы данные, они формируются в информационные модели по каждому зданию и могут к этому подключаться любые внешние системы, гиджи, КХА, фонды капитального ремонта. Югра, она, как говорится, впереди планеты всей. В нашем регионе уже в Ханты-Мансийске реализован цифровой двойник по освещению. В разных городах пытаются внедрить и внедряют уже на основе цифровые двойники в водоснабжение, в теплоснабжение. Массовые процессы. Помимо партнерской секции, компания Ростелеком организовала демонстрацию уже внедренных проектов. Среди них особую роль играют умные светофоры. Отметим, что в Сургуте эта система распространена и продолжает расширяться. По задумке разработчиков, благодаря тому, что умный светофор переключает сигналы, исходя из количества транспортных средств в каждом из направлений, в городе сократится количество пробок. С 2020 года город Сургут участвует в федеральном проекте по внедрению интеллектуальной транспортной системы. В рамках данного проекта нами были приобретены современные контроллеры дорожные и детекторы транспорта. Произведена модернизация на сегодняшний день 52 светофорных объектов. В зависимости от транспортной интенсивности, светофоры могут корректировать свои фазы работы зеленого, красного света, тем самым увеличивать пропускную способность перекрестков. В конце этого года у нас общее число светофоров будет уже около 70, оснащенных современным оборудованием. Также есть планы еще на будущие два года, за которые мы планируем не менее 20-30 светофоров так вот отснастить и подключить к единой системе управления. Международный IT-форум стран БРИКС и ШОС позволил увидеть успехи цифровизации различных процессов не только гостям из разных стран, но и нашим соотечественникам из других регионов. Внедрение таких систем, как цифровые двойники и умные города, позволят оптимизировать техническое обслуживание важных объектов и в перспективе упростят жизнь россиян. Эльза Шайметова, Владимир Федоров, Сургут-24, Ханты-Мансийск.